Ориентиры заданы. Сегодня в Доме правительства подвели итоги социально-экономического развития республики за первые полгода. Положение дел во многих сферах улучшается. Растет уровень заработной платы, большинство предприятий наращивают объемы производства. Но прибыло не во всех отраслях. О первых итогах и прогнозах сюжет Дмитрия Ковалева. Многие прогнозы, а их в региональном Минеке делали в начале года, оправдались. Сейчас неплохие показатели демонстрирует сфера промышленности. По итогам 6 месяцев индекс производства составил 103%. Растут продажи резиновых изделий, вагонов, текстиля, обуви. В лидеры выбился машиностроительный комплекс. Большинство предприятий республики увеличили объемы. В рублях отгружено также на 8,3% больше, чем в зонологичный период прошлого года. Это почти 97 миллиардов рублей. Основная масса предприятий увеличила свои объемы производства. Это завод Чапаева, предприятий спель. Неплохой динамик альтратехнический, как показывают традиционно. Я не буду перечислять. У нас там взаимоавтоматизация заменяет. Сегодня поставлять запорную арматуру на атомных альтростанциях. Альтропаратный завод. Хорошая динамика, больше 20%. Предприятия республики взяли ориентир на экспорт. Повышается интерес к чувашским производителям кухонной техники. На прошлой неделе состоялась презентация потенциала чуваштуртехники в Минпромторге России, в том числе и по приглашению министра Дениса Валентиновича. Вопрос обсуждался о поставках оборудования по международному для международного ресторанного холдинга. Это Гинза проект. Стоимость объема это миллиард 200 рублей. Сегодня данная продукция, это кухонное оборудование, заказывается все в США. Есть потенциал поучаствовать в этом контракте на миллиард 200. Региональная промышленность определила рост доходов в бюджете республики. Что касается собственных доходов, то они выросли на 9,3% по консолидированному бюджету, то есть 114,3% больше уровня прошлого года поступили безвозмездное поступление. Продолжит расти и зарплата работников бюджетной сферы. Рост, конечно, сейчас 8%. По году с учетом работников бюджетной сферы, наверное, там просчитывали, расчет какой может получиться. Сейчас дополнительные же мы должны изыскать. Сейчас 8% по итогам 5, 8,3% мы получим по итогам 6 месяцев, то есть темпы роста у нас опережают наши прогнозы. Не так гладко идут дела в строительном комплексе. За последние полгода спрос на жилье снизился. Уровень спроса не тот, который они ожидали. Немножко задерживает реализацию квартиры. На сегодняшний день мы видим, что немножко динамика сократилась. Где-то в сентябре точно картину спрогнозируем и увидим, на какую динамику мы выйдем в этом году. У вас должен быть рейс расстроительных организаций, не только те, которые жилье строят, и какая у них ситуация, какие угрозы у кого есть, какие риски у кого есть. От намеченных планов рискует отстать и агросфера. Дожди уничтожили часть урожая, а сейчас вся надежда на теплую погоду. В ближайшие дни хозяйствам необходимо заготовить максимальное количество кормов. Сено исследовано 13% и отнесено к первому классу около 11%, к второму около 40%, около 20% к третьему классу. После ножу 92% заготовлено. На одну условную голову на сегодняшний день заготовили 11,1 центнеров кормовых единиц. На прошлой неделе до улучшения погоды остановились мы на 6 центнерах кормовых единиц. Уборка урожая, по прогнозам, должна начаться в конце июля, если позволит погода. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев.